Алмаз Тару, здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я хочу предоставить вам информацию о привлекаемой внешней помощи от наших партнеров, институтов развития и дружеских стран. Я хотел бы свою информацию разделить на две части. Первая часть — это помощь, привлекаемая в бюджет, и вторая часть — это гуманитарная и техническая помощь, которая привлекается для борьбы с коронавирусом и на расходы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Первое — согласованный размер поддержки, привлекаемый от институтов развития, общая сумма составляет 456,4 миллиона. Я еще раз подчеркиваю, это согласованная сумма. Есть еще некоторые проекты и помощь, которые на стадии переговоров. Из 456 миллионов долларов фактически поступило 120 миллионов долларов от Международного валютного фонда. Это было 31 марта. Остальные 335 миллионов долларов — это они согласованы, находятся на различных стадиях, на стадии рассмотрения советом директоров институтов развития, либо проходят наши внутренние государственные процедуры. Я хотел бы отдельно отметить по институтам развития. Как я уже сказал, 120 миллионов получен на первый транш от Международного валютного фонда. Сейчас согласована второй транш в таком же размере, 120 миллионов от Международного валютного фонда. Условия и процедуры получения прорабатываются. Мы ожидаем их поступления позднее. Также предварительно согласовано с Азиатским банком развитие получения помощи на 120 миллионов, которые выносятся на совет директоров. По линии Всемирного банка общая сумма составляет 21 миллион долларов. Из них 12 миллионов проходят наши внутригосударственные процедуры, ратификацию. Буквально позавчера парламент одобрил это соглашение. Мы сейчас ожидаем подписания. Остальные 9 миллионов согласованы с Всемирным банком. Сейчас проводится тендер на приобретение медицинских изделий, средств защиты, медикаментов. Тендер проводится на условиях Всемирного банка. Все позиции, количество, виды этих медицинских изделий, они в строгом согласовании со Всемирным банком. Также планируется вынесение на совет директоров Исламского банка развития 15 миллионов долларов. Ожидаем от Европейского союза 28 миллионов долларов. И с немецким банком КФВ согласована сумма, аккумулированная за счет встречных фондов, в размере 30 миллионов долларов. Мы уже получили согласие КФВ на направление этих средств для поддержки бизнеса в виде льготного финансирования. Эта сумма включена в те 14 миллиардов, которые были ранее озвучены, которые планируются направлять на поддержку бизнеса. Теперь то, что касается гуманитарной и технической помощи, получаемой по линии Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития и Министерства чрезвычайных ситуаций. Общая сумма, которая согласована, составляет 7 миллионов долларов. Из этих средств фактически получено около 700 тысяч долларов. Небольшая часть в виде денежных средств, подавляющее большинство в виде медицинских изделий гуманитарной помощи. Остальные 6,3 миллиона долларов подтверждены, прорабатываются различные процедуры. Я хотел бы перечислить те институты развития и страны-партнеры, которые оказали нам помощь. Это Исламский банк развития, ЮСАИД, Корейское агентство международного развития, Германское агентство развития, JIZ, ряд организаций, входящих в систему ООН. Также Азиатский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития и фонд Агахана. Кроме того, нам оказали помощь Российская Федерация в виде тест-систем Японии, Кореи, Республика Турция, Республика Узбекистан в виде продовольствия и медицинских изделий. Также принято решение Республики Казахстан о выделении муки. Кроме того, я хотел бы также проинформировать о гуманитарной помощи в виде продовольствия, которое реализуется государством, а также при помощи наших бизнес-структур и инициативных граждан. Во-первых, по линии фонда Госматрезервов принято решение о выделении 5370 тонн муки для предоставления в виде гуманитарной помощи. Из них 4 235 тонн уже выдано, распределено. Кроме того, за счет средств бюджета, местных бюджетов, а также за счет средств, которые поступают от наших граждан и предпринимателей на счет Министерства труда и социального развития для формирования продовольственных наборов, продуктовых пакетов, на сегодняшний день 166 тысяч семей получили продуктовые наборы. Эта работа продолжается. Планируется охватить свыше 200 тысяч семей. В целом, на счет Минсоцтруда для оказания продовольственной помощи в денежном виде поступило 14,7 миллионов сомов. Также большая помощь оказывается нашими предпринимателями в виде продукции. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших инициативных граждан и наших предпринимателей, что они откликнулись на наш призыв. Более того, они по собственной инициативе оказывают такую помощь. Отдельно есть счет Министерства здравоохранения, где аккумулируются добровольные взносы на расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. На этот счет поступило почти 129 миллионов сомов. Первое решение было принято на сумму 38 миллионов для выплаты дополнительных оплат медицинским работникам. Использование средств от добровольных взносов осуществляется по решению комиссии, в состав которой входят представители гражданского общества, а также депутаты Джорпу Кенеша. Мы намерены использование средств осуществлять публично и прозрачно. Вся информация, о которой я сейчас упомянул, она чуть позже будет опубликована на нашем официальном сайте в виде пресс-релиза. И, кроме того, мы планируем на постоянной основе размещать эту информацию как от внешней помощи, так и о добровольных взносах на нашем сайте COVID-19. Любой гражданин, так же, как и наши партнеры-доноры, могут периодически смотреть эту информацию, как она аккумулируется и на какие цели она расходуется. Также я хотел бы поблагодарить наших партнеров, институтов развития и наши дружественные страны за оказываемую помощь. Продолжение следует...